Ев, а что тебе дал этот сезон? Оооо, Ев! Этот сезон дал мне почувствовать себя полноценной. Мы с Тимом целовались четыре раза. Дружба не мешает сексу. Этот сезон помог мне отпустить прошлое и впустить в мое сердце новые отношения. В этом сезоне я обрела свободу. В этом сезоне я понял, что играю важную роль в жизни многих людей. Я хочу сделать предложение. В этом сезоне я научилась кайфовать. В этом сезоне я все еще люблю. Этот сезон помог мне вернуть друга и рассказать о своих чувствах к Тиму. В этом сезоне я нашел свою любовь. О Лизе Василенко не хочу я говорить. В этом сезоне я упустил свои возможности. В этом сезоне я сделала больно одному близкому человеку. Ты говоришь, ты сидишь со стимулом? Ты совсем не пусы, или что? В этом сезоне я раскрыл свою самую большую тайну. В этом сезоне мне разбили сердце. Боже, я их ненавижу! У меня случился эмоциональный срыв, и я счастлив, что к концу сезона я оказался живым. В этом реалите я потеряла друга. Всем привет, я Настя Бутбарби, и я новая участница XO Team. Я Даня Бум, новый участник XO Team. Я Бэмби, новый участник XO Team. Попасть в XO было моей мечтой. Я говорила всем о том, что я хочу быть в команде, спрашивала у ребят, с которыми я дружила с XO. И вот теперь я тут. Но сначала мои отношения в команде складывались совсем негладко. В какой-то момент мы, новички, притирались к старичкам, и было нелегко. Поначалу мы держались втроем, я, Настя и Даня стали близкими друзьями. Ну, вообще, я всегда говорю, что, наверное, не так важно там как-то притираться, потому что мы все собрались работать в первую очередь, да, а не дружить. Но в последнее время я считаю, что дружба тоже важна. Но если кто-то там не дружит, я не вижу в этом проблемы, потому что коллектив большой. Мы, это команда XO Team, команда популярных тиктокеров из тиктокхауса XO. И нас позвали выступить в Сочи с сольным концертом. И мы решили задержаться, потусить недельку и заодно снять для вас сезон. Возвращать на вопрос, если выполнять действия, а не он. А ну, пожалуйста, второй сезон XO Team. Я не понимаю, как не улетают стаканы, потому что я думал, ты спадал что-то мне делать. Я думал, что такого ветра не бывает просто. Циклоны. Ну что, у нас начинается второй сезон нашего Realty XO Team. Я стою в гавайской штуке, и мне кажется, это настолько тепло и прикольно. Мы встретились с Тимом, ребят. Как говорится, первые паны в 2021-м, собственно. И мы начинаем, собственно. Давайте, халалам. Пусть они подальше встанут там. Так, ребят, халалам. Как приятно, имя? Туда, пусть подъезжает машина. Я подъезжаю к отелю, мы подъезжаем к отелю. И видим Германа и Тима в таких гавайских штуках. Поздравляем с первыми фанами. Добро пожаловать во второй сезон XO Team Realty. Ты у нас новенький участник. Я хотела, я добилась. Мечтал теперь мое, понятно? Ну все, понеслась жара горячая. Ну все. Начинается отдых, будет редко. Эмоции просто неописумные. Я очень рад, что приехал. Я тебе подал. Эддочка, Эддочка. Ребят, какой опироль. Ненавижу опироль, спасибо, ребята. И что-то я вот уже думаю, что это была плохая идея. Ведь вечером нам петь. Так, все, кабарь. Так, стойте, 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 для вас все подарочки. Умеем же встретить, а? Так, все интересно, как будто возвратился в сериал и вот играешь роль какую-то. А разве не ты был человеком, который немножко неохотно вышел из тачки? Я, конечно же я, что вы меня не знаете. Я многогранный. Есть Володя, который не любит. Реалити есть, который Володя любит. Реалити очень много Володи. Так как мы рады вас приветствовать в Сочи на нашей вилле, как говорится, выпьем за приветствую начальству. Точно, ты же не снималась в Сочи. В том сезоне я не снималась, потому что я с Германом не очень хорошо общалась и я не смотрела первую серию. Потому что мне правда искренне не нравилось то, что происходило в первом сезоне. Силь, ты меня умер. Мало того, что ты за моей спиной все это делал, ты с ней встречался, ты еб***ь писал такие слова, я б***ю. Да смысл, я тебе не кто, ты мне дорога, ты не... Ты же знаешь, да, что я, ну, полтора года Машу любил? Да, да. Так, ребят, я Ванилен. Давай, тяни, тяни, тяни. Первооткрыватель. Тяни, тяни, тяни уже. Давай, я. Вот эта вот бусинка. Читай. Самая дикая фантазия, которая исполнилась. Оу. Дикое, внимание. Смотря в чем. В сексе. Окей. Степа разграничил сразу. Как быстро. Смотря в чем. И смотря с кем. Ну, наверное, нет, с кем, нет, нет, с кем-то уже важно. Вадим, эхэм. Нет. 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 Я тебя ненавижу, щас бы въебал тебя. А ты это делаешь? Хочу избить тебя. Что я тебе сделал? Хочу избить. Да? А я, п***, ну, хочу избить. Избей. О ком речь? Да, не важно. Но я не предавала тебя. А ты предал меня. Вы постоянно упоминаете этот факт, но никто ни разу не сказал об этом прямо. Столько обсуждений, столько загадок, столько тайн. В X of Life еще тоже там. Короче, он как Волан-де-Морт, тот, кого нельзя называть. Вот. Но я считаю, что ему вообще в целом слишком много времени уделено. Паша был нашим общим хорошим другом, и мы все с ним классно общались, постоянно гуляли. Он часто приезжал к нам домой, делал шашлыки. Потом так получилось, что в момент нашего расставания с Герой мы с ним встретились в Турции, и произошло то, что произошло. Поэтому я хочу закрыть эту тему раз и на тебя. Мы с Пашей целовались втроем. Они стали с Пашей Лимовым? Втроем. У тебя тоже был? А может быть с Роули? А с Роули? Да, кстати, с Пашей Лимовым не очень. Да, Паша Лим, он такой тонкий шарный. Да, Паша Лим зажимает губы коттей. Да, это вообще неприятно. Бизин тоже так делает. И я целовалась с Пашей Лимовым. И я тоже целовалась с Пашей Лимовым. Мне не понравилось. Ева, сколько у тебя секс-игрушек? Я должна ответить? Да. Да, я не знаю. Нет, стоп, ты молчишь. В шкафчике лежит. Да, я тоже видел. Что считается секс-игрушками? Я не видел. Плетки, наручники. Я перечислю. Ребят? У меня есть розовые пушистые наручники. Которые сейчас у меня. У меня есть даже были соскопы. Вау, отолжи. Ну, плетка. Блин. Вибратора три где-то. Три, да. Тенни черных в этот момент. Катрин Миллер. Что-то еще? Нет, только больше Тенни. Что еще, ты господи? Что еще? У тебя все у нас. Шарики там текут? Нет. Ну, такая хрень, которая цепляется на кровать, типа. А, какая? Она под матрас, и ты, типа, руки и ноги цепляешь, и ты не двигаешься. Даша Алис, попробуй. Станок для секса? Ну, нет, ну, не настолько. Ну, короче, какая-то такая хрень. Вау. Нет, ну, типа, ну, да. Ну, типа, там ничего такого. Сколько ты на это потратила примерно? Это не я тратил. Спросите у другого человека. А этот человек сейчас в этой комнате? Да. Мне кажется, не больше сорока, да? Ну, я думаю, это не да. Наверное, Андрей. Больше, больше, больше. Честно? Ну, я вообще-то смотрел, да. Ладно, Гер, скажи, сколько это стоит? Да я что, знаю, что ли? Я что, покупал, что ли? А кто, Рома? Ну, я обычно Саву прошу, у меня у Сав. Честно? Давайте дальше, погнали. Я тебе помогу до номера донести вещи. Я иду в номер. Он пошел за мной с моими чемоданами. Он решил помочь мне. И, конечно же, Гера решил, не знаю, что он решил, искупить свою вину. Сколько он уже это делает, никто никому неизвестно. Вот туда. Особенно прикольно, что мы все в одном, типа, этом здании. Я помогаю Еве донести чемодан до комнаты. Не-не, мы не живем вместе. Отработает? Да. Давай, Ульчик, встретимся. Ну ладно, спасибо. Держи. Спасибо. Пожалуйста. Твои сто пятьсот килограмм всего. Давай. Я не знаю, с какой целью он это делает, и я не знаю, как на это реагировать. Я захожу в номер и вижу цветы. Герман за тобой ухаживает. Ты чувствуешь, что он это делает искренне? Ты просто говорила в прошлом сезоне, что он многое делает для шоу. Что ты сейчас чувствуешь? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что я не могу ожидать. Мы договаривались с Герой, что он поможет мне исполнить песню «Зачем?». Потому что там есть часть пацанов, которых нет со мной. Как бы за лою, я могу спеть сама. Я и спела за лою. Поэтому он вышел меня поддержать. Как мы и договаривались, на репетиции он выходил, все было окей. Но именно на выступлении он решил мне, наверное, все испортить. И выходит Герман, поет, поет, поет. В какой-то момент он тянется вот так взять ее за руку. Это было так нелепо. И Ева отворачивается, он ее насильно вот так тянет, хочет поцеловать, а она его отталкивает. Я думаю, что этого никто не видел, но он подошел ко мне и шепнул на ухо «Доверьте мне». Потом он ко мне еще раз подходит. И уже, типа, меня как будто бы целует. Я такая просто «Зачем?». Просто «Зачем?». Хотя я думал, что я ее поцелую на несколько секунд, и она мне на таспощечна. Мне кажется, многие ребята, они просто видят, что я ухожу вот в движении, мне хочется быстрее уйти. Я бы сказал, доверься, типа, и ты... Я не хотела, чтобы ты меня целовал, Герман. Это круто было, да? Нет, Герман, спасибо. Ты что, все испортила? Почему ты не подыграла мне? Я же тебя просил, доверься мне. Символично, мне кажется, было выйти, зачитать часть за пацанов, поцеловать ее. Ну, я как бы пытался, но три или четыре раза, четыре-три попытки было. Все неудачные. Я подошла к Герману, он мне рассказал, то, что он хотел ее вот поцеловать, она на него обиделась, а я Герману сказала, так, нормально, ну, правильно, что она это сделала, потому что она не хотела этого. И в какой-то момент я просто сажусь на лавочку, и я просто, мне хочется плакать. И я начинаю реально плакать, ко мне подходит, Маша успокаивает меня. Я просто ухожу. Я просто решила уйти, и там был дождь, и я еще иду вот там по парку, и я просто иду, такая, уже почти дошла до номера, такая, иду, камешки, финаль. Я буду штормом, будем мы вместе, вместе на вере, и человеком уже... Да вы за**али меня все. Вы меня все напрягаете. Пожалуйста. Ну что? Ничего, я вообще туда шел. Мне кажется, шел в ту сторону. И потом происходит какая-то просто бешеная тема. Я прохожу мимо, иду обратно, идет Андрей, мы пересекаемся. А у вас романтическое путешествие? Угу. Да тебе нет, да. Ну, а нам не надеждают? А? Нет. Но ты хотела? Что между Герой и Евой? Я не знаю, можно, мне кажется, Санта-Барбару уже снимать, восьмой сезон, скоро мы будем снимать, мне кажется, реалити, сезон третий, четвертый, и там уже две полоски просто на тесте беременности, и я такой, что делать? Маленькие Евгеры такие, бам-бам-бам-бам-бам-бам. Всем пока! Гера очень часто, Гера, Гера. Надежда. А тебе приятно его ухаживание? Эм... Ну, наверное, я бы, конечно, хотел, чтобы Ева вернулась. Ну, в смысле, вернулась, а никуда не уезжала. Я имею в виду, чтобы она вернулась ко мне в отношениях. Я просто не хочу, чтобы мои действия выглядели, как будто это, ну, сделано на показ, там, для реалити. Ева сама знает, ну, то есть, многие пишут, там, осуждают ее, что она со мной опять общается, но вы же не знаете, что происходит, там, мне камер последние, там, 9 месяцев. У меня, может, у ребенка родится за 9 месяцев. Шучу. Ээээ... Не зашла. Эээ... Хе-хе-хе. Гера, запятая, самый лучший секс у тебя был с... 4 точки. Опа! 3-4! Да, 3 точки! А тут 4, ребят. Берек, можешь выпить? А у меня каждый, у меня каждый новый секс лучший. Какая-то Гер. Че у тебя? 4 точки. Нет, имя. Надо имя. Ну, смотрите, каждый мой новый секс, он приведет все. Ну, все, давай, кто? А последний секс у меня был... Сээээ... Последний, лучший. Лучший, лучший. Фрай, Сээээ... Севэй. С кем? Севэй. С кем? С кем? Спасибо, Еви Миллер, за этот секс. Спасибо, Ева за секс. Большое ей спасибо. Катрин Миллер в одном месте. Так, Катрин Миллер. Ну, конечно, у него был лучший секс со мной. Кто из сидящих за столом лицемеров? Катя Голышева. Уточнение. Уточнение. Тяжело, просто согласен. Марк, не смотри на меня там. Пошли пить. Почему пьешь? Не захотел. Каждый раз, когда что-то говоришь, ты немножко все равно себя отделяешь от Иксу Тим. Я просто последнее время стал очень мало проводить в доме с ребятами. И когда я приехал в Сочи, я как-то проностальгировал по тем временам. И очень хочется больше проводить времени с командой, быть в доме. Но, к сожалению, по некоторым причинам иногда этого не получается. Но очень хочется быть частью команды. Но и есть часть команды. Я сам почему-то немного отделяю себя от Иксу Тим. В итоге начинается концерт. И я вышел на улицу и начал записывать истории. Я записывал и говорю, боже, ой, боже. Я говорю, господи, ой, господи. Я говорю, блин, какие же классные ребята. Иксу Тим. У меня прям, знаете, пробило на эмоции. Что-то внутри хотелось так вам выразить благодарность. Но я это не выложил, потому что я там ну чуть ли не слез даже до этого. Так получилось, что мне написал папа Тима и сказал, что хочет сделать сюрприз Тиму. Каждый из вас, каждый из вас. Кстати, мой папа приехал, продерживая его сюда. Я не знаю, как он был. Привет, господи. Я тебя тоже люблю. Привет, привет. Борьбер, все быстро я поднимаю. Мы сейчас будем торчать все вместе. Все вместе. За некий. Да, мой папа приехал, короче. Я не знал, я, значит, сижу за кулисами, поворачиваю голову, еще раз поворачиваю голову и вижу свою папу. Мне было очень приятно, что у меня, наверное, такое впервые, когда вот кто-то из родных приехал вообще в другой город. Мне кажется, он все равно чуть меня стесняется, но тут он так вот раскрылся, и это было очень здорово. Моя рваная форса напомнит о тебе, ведь наши старые. фотки, форсит везде, я подарил тебе сердце, но где, но где ты даришь поцелуя, но только не мне. Моя рваная форса напомнит о тебе, ведь наши. Не будем вставлять, где Эльзу, нахуй слайд, давайте не будем вставлять, где-то жестко. Тим, там Маша сидит. Тим, дай! Ты чё? Тим, ты обх**кел? Да. А чё так грубо? Нах**к ты так разговариваешь? Потому что Маша сидела. Да что вы? Да, меня ех**кел. Потому что я хочу, чтобы тут Маша сидела. Ну давай, разговаривай. Давай просто стул еще один возьми. Пожарай. Еще стул один взять и все. Ты такой грубый. Ты себе п*****кел, чтобы не б*****кел. Закрой б*****кел. Да, меня п*****кел. Тим постоянно. И она кого-то в чем-то упрекает, потому что когда-то давно он говорил это Еве, когда-то давно он говорил это Фае, а сейчас он говорит нам с Дашей. Так как Ева и Фае доверяли Маше, хорошо относились и часто люди путают хорошее отношение и подлизывание. Смотрите, Маша, Рири и Рома целовались. Да, Рири. Видел? 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 Ой, он же просто глупый. Что? Это самый неблагодарный человек на свете. Тим, Тим, вставай, вставай, вставай. Тим, Тим. Сука, как мне выпускило это подсосимый. Меня просто, сука, вымораживает. Та, что? Тим. Что? За что? Маш, ой, Тим, Машечка, может, тебе вилочку? Убегу за вилочкой. Короче, Маша сидела в своем стуле, ну, весь этот вечер. Тим пришел, Маша устала, у меня секундочку, он занял ее место. И Тим приходит, и Машечка говорит, Тим, тут я сижу. Вы полностью стыдите, вы меня провоцируете сами вдвоем. Я вижу, что Маша стыдит, я сейчас ее в стуле, неудобно. Она только подошла, они сказали, ты видел, Маш, не видел. Она только подошла, и они вдвоем начинают мне говорить. Он ее игнорирует просто, делает, что ты не слышишь. Эльза такая, типа, Тим, тут Маша стыдит. И он это специально делает, как ты видел. Я считаю, что Эльза подвезет Машу. Но это ее дело. Да, но из-за этого она при чем здесь? Они вдвоем при чем здесь, у нас, Маша, я бы уступил Маше место, но они при чем здесь? А потом я говорю уже погромче, чтобы он реально услышал. Говорю, Тим, встань. Он такой, как он сказал? Лидина, завали. Завали. Не подпишись. Проблема перепели, нахуй, облили, чай, она плачет. Эти пилоты помнили. Тим, что я брать? Да, это быстро разрушается. Типа, меня бесит больше всего то, что, типа, каждый раз, когда он просил что-то сделать, я всегда ему соглашалась. Я ему два раза рисовала чехол, чтобы пропиарить его трек. Я ему разрушила блафорсы, я ему для конкурса еще разрушила блафорсы. Короче, я просто хочу тебе сказать, чтобы ты не думал как-то плохо про Машу. Я не думаю про Машу плохо. Честно, не думаю? Я Машу очень сильно уважаю, да, но они... Знаешь, когда бывшие, они, типа, себя ведут, они не зря друг друга и так далее. Ну, ты же знаешь, это просто... И когда у нас не так, я рада, что у вас с Машей не так, что у меня с Герой не так. Он неблагодарный, мне это просто раздражает. Мне не нравится отношение, как они себя ведут. Они, типа, готовы жопу порвать за какое-то мнение той же Маши. Это просто некрасиво и неправильно. А что я сильно не люблю? Это нет, это не то, что сильно любят. Я тебя тоже очень сильно люблю. Я защищу тебя всегда и так далее. Ты хорошая. Ну, это, типа, я не знаю, как, я не знаю, как это происходит. Мы никогда откроем. Мы все от Филизма силия, я никогда их не наилю. Пусть попробуют еще что-то о чем-то попросить. Я больше не буду, не могу помогать ей просто. Если для Тимура Сорокина кажется, что кто-то кому-то подлизывает, когда люди очень хорошо общаются, доверяют друг другу и поддерживают, это не всегда означает подлизывание. Иди сюда, давай поговорим. Смотри, ситуация. Смотри, ситуация. Стоит Маша, и она тебе говорит, что ей надо сесть. Я не говорила, что мне сесть. Мне скажешь, сесть, я смотрю, он сядет, и мне пи***. Я говорю, Маша, стоит, встань. Ты слышишь, и вот так улыбаешься, и не встаешь. Я говорю, подромче, Тим, встань. Я сказала, Тим, встань, ты говоришь, говоришь. Тим, сейчас встань. Если ты игноришь тебя, я никого не игнорую. Это моя подруга, она стоит. Нет, ты подсосываю просто, и все. В смысле подсос? В прямом. Я реально так считаю, ты некрасиво ведешь себя просто, и все. Я просто сказала, Тим, встань. Подлизый подсос. А ты мог сказать, я услышал, и все. Зачем ты говоришь грубо, ты говоришь, завали ебут. Да потому что ты реально любишь встань, кричит, и все. За что мне тебе быть благодарным? Потому что каждый раз, когда у тебя выходит песня, я рисую тебе обложку. Нет, это то, что я поддерживаю. Я разрисовываю тебе чувства. Это что-то меня проще, то, что я поддерживаю. Это никак не связано. Мне Даша и Эльза не поддакивают вообще. Я сейчас живу с Дашей Джекелли, с которой мне сложно, так как она имеет супер свое мнение, у нее королевская кровь, и я с ней ссорюсь из-за того, что она просто... Я не буду, я не хочу. Это первый человек из всех вообще Иксо, у которого есть реально свое мнение. Мы с Данией изначально очень хорошие друзья. Они с Бэмби мои самые лучшие друзья, они братики. Я их так люблю, господи богу. Жили там два месяца практически в одной комнате. Мы узнали друг друга. И вот когда ты ощущаешь, что уже человек родной, и он начинает проявлять в тебе какую-то симпатию, ты такой, блин, как-то круто. Это получается все, ну, так, походу, реально так все здорово. И тут на сцене что происходит, когда ты поешь? Или вообще что? И девочки такие... И я такая... Никто такого не делал в жизни для меня. Это как будто бы бывает только в сказках. Я прям растерялась, я забыла слова. Я такая, боже, что делать, чтобы петь? Я решил поддержать Настю в Бэд Барби, потому что мы больше всего с ней дружим. Дружим? Да, дружим. Боже мой, это звоночек о том, что ему не пофиг на меня. Да ладно? Просто что-то... У нас с Настей что-то непонятное, реально. Вот, что-то непонятное. Ну... Я хотела пойти и поблагодарить моего любимого Данечку. Со мной пошла Чана. Мы идем, разговариваем с ней. Никто никогда так не делал, понимаешь? Ну, со мной пошли операторы, потому что, ну, это достаточно милый момент. Я думала, ну, да, пусть заснимут, как я его благодарю. Ну, никто не ожидал, что там появятся две какие-то левые бабы. А что вы зажгли с камерами? Почему вопрос, если у нас девочки здесь... Вот, я отшел. Вопрос просто, зачем вы зажгли с камерами в мою комнату? А зачем вы? Можно выпулить? Стой, а у меня... Слюхи какие-то есть. У меня, у меня есть один вопрос. Что это вообще нахуй? Может быть, я переборщила? Ну, да, возможно. Я такой испыльчивый человек. Я этих... Шлюх... Шлюхами назвал. Выложил историю, говорю, девочки, кто хочет сегодня встретиться в Сочи? Не отвечают две девчонки. Я говорю, девочки, время быстро не теряем. Давайте как-то скомпоноваемся и встречаемся у меня возле номера. Почему нет? Мне Тим дал ключ, чтобы я тебя поблагодарила за цветы. Тим? Ах, ты не будешь мне сейчас, типа, ну... Спасибо, благодаря за цветы с камерами, с чанами. Я просто... Я с такими благополучными эмоциями заходила в эту комнату, думаю, сейчас я его обниму, почувствую это тепло. Блин, ну, я так была счастлива. Вот это картина. Меня встречает. У меня трясутся руки. Они вместе. Я смотрю на Данила, Бума, он синий просто, стоит и не знает, что делать. Смотрю на глаза Насте, она тоже в шоке. Никто не может дать первый шаг. Чуть-чуть встречается и... Нет, я вообще... Я начинаю орать. Просто не в себя. Зачем тебе стука, сука? Я не понимаю! Блин, молодец! Это блядь! Ты можешь не рыдать! И начинаю орать. Просто дезориентировал ребят. Ты конченый, Молок. Ты конченый. Ты просто конченый. Тебе так нельзя делать. Слышите, ты знаешь, ты знаешь... Ты не знаешь, ты знаешь... Нет, подожди, ставь, вообще... Ты знаешь, почему вообще... Знаешь, понимаешь, что тут не надо влезать в разговор. Вы просто зашли в комнату. А ты куда лезешь? А я не знаю, слушай, так же, как и ты. Ты казался их подругнуть. Да, позвал вот и все. А вот нахрена ты еще не вот. Мы убирались. Я не знаю, у меня нет девушки, мне как бы все равно. А у него? А я не знаю, что у него. У нас с Настей что-то у нас непонятное. То есть я не могу сказать, либо это дружба, либо это отношения. Но никто друг другу не предлагал встречаться. Да, мы не встречаемся. А зачем ты ей цветы даришь еще чуть-чуть? Зачем ты ей даришь? Ну, просто на первое выступление мне захотелось подарить ей цветы. У меня был истерический смех, потому что... Ты видишь вот эту картину, и тут ты вспоминаешь, что тебе Алиша говорила. Оу, у кого-то будет секс сегодня. Ч-ч-ч-ч. Два-б***ь. Видимо, не у меня. Ну, понятно. Хорошо, удачи. Ура, у тебя аж крестовцы. Вот знаете, мое сердце, оно просто, оно в шоке, честно говоря. И 15 лет у меня были первые мои отношения, и последние. Все, больше отношений не было. Мне 19, у меня сердце вот такое просто. Вот оно вот еле дышит, у него везде трещины. Просто невероятно, ребят, я верю, что, прикиньте, прикиньте, вот через пару-тройку лет будет то же самое, только вот 10 тысяч человек. Ну, по-другому же вы не всталили. Да. А Володя, мне кажется, вообще кайфанул от тебя больше всего. Я Андрея просто богоставлял на сцене, но реально круто. Меня зовут Степа, я директор команды XA Team. Короче, смотрите, вот мы сегодня, вот мы сегодня на вершине, мы все непопулярные. А может так получиться, что... Я вот об этом думал, потому что думаю, вот я сейчас тут, да, и думаю, ну надо дальше идти, еще намного больше делать, потому что если это потеряю, ну это все. Ну, все. Ну, многие блогеры и ребята боятся очень потерять популярность и то, что у них сейчас есть. Иногда я тоже начинаю загоняться и бояться то, что вот я стану никому не нужной, всем будет интересно за мной наблюдать. А вот люди же очень многие теряют. Вот очень много примеров, которые были там с нами когда-то года три назад, а сейчас мы их даже не знаем. На самом деле эту тему я завел не просто так, потому что я уже в сфере блогинга около 6-7 лет, и за все эти года на моих глазах упало, наверное, десятки блогеров. Которые быстро стреляют и через какое-то время очень много падают. Самое главное в этом всем расценивать, что так будет не всегда. То есть у меня, у любого артиста исполнительно будет не всегда популярность и самый пик. Я хочу быть единственным вами, типа одним из многих. Старайтесь быть именно единственными. Согласен. У нас в команде, кстати, в этом есть проблема. Я считаю большая. Но на самом деле я очень сильно переживаю за своих ребят, и я бы не хотел, чтобы вы остались там, а всегда были здесь, передо мной, и чтобы всегда у вас все было супер. Мы ее зовем, она просто не подходит, не идет. Мы все кричим «Ева, Ева, Ева» и все, ее нет. Чувствовал я себя, конечно, не очень. И она очень обиделась, что я ее лез в словарь. Для меня популярность – это любовь зрителя. Знаете, есть единственное время в течение дня, когда ты остаешься самим собой, когда ты думаешь, прогоняешь, а интересен ли я, что будет дальше, что будет через 10 лет. Мы все говорим, что боимся потерять популярность и так далее. Ну, бойтесь дальше. Ты живешь в этом страхе? Нет, я вообще бесстрашный. У меня были загоны жесткие. Еще мне часто говорили, что вот, у тебя ничего не заходит. Типа, ты не то делаешь. Мне кажется, это было бы какое-то максимальное опустошение. Когда вот какая-то такая фигня происходит, я и так впадаю в такие мини-депрессии. А тут, прикиньте, все еще потерять. Осознавая, что таких эмоций больше не будет, это очень страшно. Это, ну, словами не передать. Это знаете, как потерять, типа, маму и папу. Жизнь, как кино, на самом деле. Последнее время. И хочется какую-то главную роль в ней занимать и идти только вперед. Но страх потерять популярность, конечно, присутствует. Просто надо осознать и делать все, чтобы это предотвратить. Еще пятильная тема, которая тебя всегда выводит на эмоции, это Лиза Василенко. Да, я ненавижу ее.